Герасченко или Леонтьев, Маслобоев или Митрофанов, Махмутов или Саркисов? Ответы на эти вопросы мы получим уже через несколько минут, потому что на политехнике начинается матч между Шэдоус и Блэк Бонч Мафией. По ходу матча ответы оказались чересчур очевидными. Шэдоус выходили на вторую игру подряд без замен. К тому же наверняка после поражения от волны морально пришлось непросто. Чтобы окончательно разъяснить ситуацию теней, Владимир Леонтьев в воскресенье не приехал. В общем, обстановка для мафии была крайне благоприятной. Несмотря на все вышеперечисленное, первые несколько минут спортсмены провели уверенно. Высоко играл кипер, получались моменты в атаке и было несколько ударов в створ. Однако, как только дело дошло до обороны, Шэдоус не выдержали. Несколько обрезов от противника и из сетки пришлось вынимать дубли Артема Сумина и Эдуарда Герасченко. Ответить удалось, но лишь единожды. Тени втроем вышли на одного защитника и последней мечей коснулся Егор Ремезов. Заканчивали 20-ти минутку с еще двумя голами мафии. 6-1. Во втором тайме тени отчаянно продолжили пытаться создавать моменты на чужой половине, но дожать никак не получалось. Мафиози же пользовались всеми слабостями защитных редутов противника, не прибегали к долгим комбинациям и проникающим передачам, а подлавливали на контратаках, выходили два в одного и беспрепятственно стреляли с центра или с края штрафной. Григорию Митрофанову безнадежной помощью в последней линии было не совладать с меткими исполнителями мафии. Так что к концу игры против двух скромных голов теней, автора второго из которых стал Даниил Костин, противники предоставили свои разгромные 13 мечей. У нас, конечно, тоже состав был, две замены или три было, но у нас Эдик очень много чего забил, планы отдавал, и потом на кураже уже все залетало, а у Шэдоса уже мотивации с толком не было. Пережить нечто подобное в лиге приходилось почти каждому. Игры в одну калитку оставляют после себя очень неприятные воспоминания. Надеемся, что Василий Пимченко справится с напряжением в команде. Блэкбунч Мафию же можно поздравить с очередным рекордом. 13 в этом сезоне в элите не забивал еще никто. Валерия Саевхева, Эльдар Загиров, Гузель Шарафуддинова, Алена Удовенко. Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Продолжение следует...